Завершились выборы муниципальных депутатов в Москве. Событие важное, самое время подвести их итоги. Значит, я начну с плохого, с минусов, а потом перейдем к позитивному. Плохое было что? Прежде всего то, что ядро набрало 76%, это позор полнейший, потому что партия пустых обещаний, которые 20 лет подряд только обещает и ни черта полезного не делает, конечно, столько процентов в нормальной стране набрать не должна. Почему это произошло? Почему ядросам это удалось? Ну, по мнению политолога Дмитрия Орешкина, это на самом деле низкая явка. Низкая явка выгодна власти, и власть делала все для того, чтобы эта явка не росла ни в коем случае, чтобы на выборы нормальные здравомыслящие и люди, которые способны к критическому мышлению, вообще не пришли. Теперь поговорим о том, что удалось, но вот на этих выборах замечательную совершенно победу одержали демократические настроенные кандидаты. Например, в таких районах, как Гагаринский, Останкино, Хамовники, ни одного единоросса не получила мандатов. Это очень круто. Ну, а в таких районах, как Тимирязевский, Измайловский, Тропарёва-Никулина, Раменки, Сокол, Аэропорт, победило немало демократических кандидатов, и где-то даже они побеждали с перевесом голосов, как, например, это было в Тимирязевском районе. Давайте разберемся, что позволило демократически настроенным кандидатам победить. Ну, во-первых, далеко не все эти кандидаты шли как независимые. Некоторые они шли от разных партий, например, от Яблока или от КПРФ, как это сделали, например, Саша Андреева или Елена Русакова. Но важно было не то, как бы идет кандидат независимый или он идет от какой-то партии, это было совершенно неважно. Важно было, как он себя вел до выборов. Вот, если этот кандидат был активен, если его команда работала и до выборов хорошо, то в этом случае шансы на победу увеличились. И тут увеличивались. И тут очень яркий пример с командой Юлии Галяминой в Тимирязевском районе. Почему? Потому что Юля еще задолго до муниципальных выборов на протяжении многих лет боролась и за защиту парка Дубки в Тимирязевском районе, и против сноса домов под вот эту Собянинскую реновацию. И в районе ее знали, работа была проведена огромная, и поэтому на этих выборах, когда пришла команда Галяминой, людей этих узнавали и за них голосовали. Результат. Из 15 мандатов команда Галяминой взяла 8, то есть большинство. Победа далась очень нелегко. Почему? Потому что на протяжении двух дней всячески пытались фальсифицировать выборы и пытались отнять эту победу, но не удалось. Удалось, правда, у одной из активисток из команды Юлии Галяминой, у Ольги Смирновой отнять, откусить 28 голосов и отдать их в пользу единоросске Москвиной, но тем не менее все равно большинство победило. Ну, не только активность позволяла одержать победу на последних выборах, но и, конечно, известность. Вот так вот, например, прошел список Гудкова. Много было там кандидатов, которые были не очень популярны, но благодаря популярности вот самого Дмитрия Гудкова, эта популярность распространилась и на кандидатов из его списка, и поэтому люди за них давали голоса и удалось победить. Сам процесс выборов проходил очень драматически. И там, где начинали побеждать демократические независимые кандидаты, там начиналась самая настоящая паника. Вот яркий пример – это Измайлова. Там в какой-то момент на УИКе 1055 председатель понял, что независимые кандидаты набирают слишком много голосов. И вместо того, чтобы честно внести результаты в систему газ-выборы, он поступил очень странно. Он просто убежал. Убежал и спрятался в своем кабинете. И я не знаю, что он там делал. Наверное, дрожал вообще, как осиновый лист. И, может, куда-то в Кремль звонил. Говорил, что, что делать? И, собственно говоря, после этого пришла полиция. Она не допускала никого в кабинет этого несчастного председателя. Кандидаты, они не растерялись. Они стали охранять документы. И стали активно через соцсети призывать своих сторонников вообще приходить и отстаивать победу. И, собственно говоря, в результате все-таки в Измайлова удалось победить. Давайте разберемся, что же все-таки обеспечило 76% на данных выборах. Ну, Екатерина Шерга из команды Активатики следила за тем, как проходило надомное голосование, на которых, как вы, наверное, знаете, проходят довольно серьезные фальсификации, на последних муниципальных выборах. И вот, что она отмечает. Когда приходили наблюдатели к надомникам, в основном это люди пенсионного возраста, то они все, как под копирку, просто наизусть шпарили фамилии единороссов. И после того, как они аккуратненько, значит, так вот отмечали необходимые галочки, они сразу куда-то звонили и говорили, не переживайте, не волнуйтесь, мы проголосовали как надо. Но это еще не все. Была вообще одна довольно аморальная, некрасивая история. Пришли к лежачей больной, к женщине, которой было очень плохо, и стали просить ее проголосовать. Она говорит, не мучьте меня, пожалуйста, проголосуйте за кого хотите. Ну, ей отвечают, ну, мы не можем проголосовать за вас, ну, выберите кого-нибудь. Ну, выберите сами, кого-нибудь молодого, хорошего. Ну, хотите, мы оформим отказ, и вы не будете вообще голосовать. Нет, 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 отказа не надо, не надо. Ну, хорошо, ну, какие, ну, кто там есть у вас, читаете, какие партии есть? Ну, ей говорят, вот есть вот яблоко, вот есть КПРФ, есть Единая Россия. А вот Единая Россия, и дальше не надо. Это, по-моему, она и есть. Ну, давайте за нее. Ну, вы понимаете, что если бы на выборы пришли адекватные, критически мыслящие люди, которые неравнодушны к судьбе своего города, которые еще собираются там пожить и детей там растить, то, конечно, такой истории происходить бы просто не могло. Ну, что получается? Получается, что 76% ядру на этих выборах сделали кто? Старые, больные и административно-зависимые люди, которым деваться некуда. А если бы на эти выборы пришли люди неравнодушные, люди активные, то, конечно, результат был бы совершенно другой. Что еще здесь очень важно отметить? То, что за явку надо начинать бороться задолго до выборов. Несмотря ни на что, победу на муниципальных выборах все равно одержали демократические кандидаты. И их было немало. Что им позволило победить? Ну, прежде всего, победил кто? Победили активисты, которые начали свою общественную работу задолго до предвыборной кампании, у которых была какая-то своя тема, своя боль, и которые начинали бороться за общественное благо, и для которых выборы — это совершенно никакая не самоцель, для которых власть — это не самоцель, для них это средство для того, чтобы эффективнее решать те вопросы, которые у них болят. Но надо же понимать, что у обычных кандидатов не от «Единой России» ресурсов нет. И если человек переживает за судьбу своего парка и начинает активистскую деятельность, если он защищает свой парк, если он борется против роста в тарифах ЖКХ, если он борется против сноса домов пятиэтажек и других домов, если он все это делает на протяжении долгого времени, то в районе его узнают, то такому человеку доверяют. И, следовательно, у такого человека получить победу на выборах, шансы возрастают. И в заключение хочу сказать, что везет тому, кто везет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok